выходного средства. Тема несложная, есть она не во всех билетах, но там, где попадается, некоторые делают ошибки, потому что до конца, ну, как картина у них не складывается. Вот рекомендую вот эту тему, прежде чем решать в общем, в общих темах, да, во все билеты. Сначала отдельно прорешать. Тогда вам не будет казаться, что там много чего нужно запомнить, много цифр, какие-то непонятные слова. Думаю, что после сегодняшнего занятия, после сегодняшней лекции у вас еще прояснится. Ну, это уже как бы тема конечная, да, курса. И те, кто давно занимаются, они наверняка уже все билеты смотрели, и многих эта тема бывает, что пугает. В общем, сегодня мы с вами обсудим, как понять, что с нашим автомобилем что-то не так. Как забить в тревогу, тревогу, когда нужно ехать в сервис, и какие сигналы автомобиль может нам подавать. Существует пять критических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация автомобиля даже до места ремонта или стоянки. Вот если что-то из этих пяти произошло у вас в движении, то дальше ехать уже будет невозможно. Уже либо это буксировка в возможных случаях предусмотренных, либо это вообще просто эвакуатор вызываете и возите автомобиль. Давайте их посмотрим. Во второй теме курса, когда обязанности я рассказываю, это тоже есть вот эти пять. Кто сначала слушает, вы сейчас их узнаете. Итак, первая неисправность – это не работает тормозная система, то есть неисправности в рабочей тормозной системе. Грубо говоря, если у вас отказали тормоза, дальше вы никуда не поедете, потому что затормозить вы никак автомобиль не сможете. Покатиться он у вас покатится, но остановить его будет сложно. Дальше. Следующая неисправность – это рулевое управление. Такая же важная по значению, как и тормоза. Если у вас отказало рулевое управление, представьте себе картину, что вы руль поворачиваете, а автомобиль у вас не заворачивает, не слушается. Либо заворачивает, катится в другую сторону, либо вообще просто едет прямо и не слушается вас. Тоже так же, как и с тормозами, дальше доехать вы даже до гаража до своего вы не сможете. Следующая, третья неисправность – это сцепное устройство в составе автопоезда. Ну, то есть, любой автомобиль, даже легковой, зацепив прицеп, вы будете называться автопоезд. Транспортное средство, любое, сцепленное с прицепом, даже с маленьким легким прицепом. Так вот, если у вас неисправно сцепное устройство, вот оно, да, вы можете всегда узнать сразу, то точно так же ехать нельзя. Не дай бог вы этот прицеп где-то потеряете, посередине дороги, посередине перекрестка. Прицеп у нас сам управлять собой не может, завернуть, остановиться он не сможет, он просто у вас отвалится и, естественно, создаст помехи и аварийную обстановку на дороге. Далее. Четвертая неисправность – это фары и задние габаритные огни. Она будет критичной и запрещена будет эксплуатация автомобиля только при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Если, допустим, мы разбили фару или у нас перегорела фара, лампочка, да, какая-то, мы с вами в светлое время суток можем съездить вполне в магазин, привезти эту лампочку в сервис или в сервис сразу ехать и заменить ее. Или дома, около дома поменять, купить, да. А вот если это произошло в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, ну, то есть условия тумана, дождя, снегопада и так далее, то ехать на таком автомобиле уже нельзя. И на самом деле в темноте очень дезориентируют такие водители, которые ездят на одной фаре. Встречали таких на дороге? Да частенько встречаются на самом деле. Очень опасно, вас могут не заметить, вас могут въехать, шыркануть, не успеть где-то вас, ну, не сориентироваться. И особенно это опасно там, где вообще отсутствует освещение. Бывают такие по трассе ночью. Едешь и встречаются с одной фарой, либо там как-то тускло горит. То есть, ну, очень опасно такое движение. Здесь нужно быть ответственными. И пятая неисправность – это стеклоочистители со стороны водителя. И данная неисправность тоже будет критична только в условиях дождя или снегопада. В сухую хорошую погоду, ну, не работает, так не работает стеклоомыватель. Что такое стеклоомыватель? Очиститель, вернее. Это дворники. И работают дворники. Вот, допустим, сегодня все хорошо у нас с погодой. Пожалуйста, пользуйтесь вашим автомобилем, даже если у вас что-то не работает, да. Но если вдруг пошел снег или дождь, то стекло у вас забьется настолько быстро, что вы даже до соседней улицы не успеете доехать. Видно, дороги вам не будет. Имейте в виду. Вот эти пять неисправностей нужно запомнить. И прям хорошо их различать. В билетах в шести вопросах встречаются вот эти пять. Звучит примерно так. Примерно всегда одинаково звучит. Ну, вот послушайте. Так парочку прочитаю, да. Итак. При возникновении какой неисправности вам запрещено дальнейшее движение даже до места ремонта или стоянки. Не работает стеклоподъемник, неисправно рулевое управление, неисправен глушитель. Включайте свои микрофончики. Рулевое управление. Конечно. Смотрите, даже до места ремонта или стоянки, если говорят, что нельзя доехать, запрещена эксплуатация, то это 100% одно из вот этих пяти. Здесь у нас встречается неисправно рулевое управление. К примеру, не работает стеклоподъемник, да. Можно ехать, ничего такого критичного нет. Неисправен глушитель. С неисправным глушителем эксплуатировать автомобиль запрещено. Но вы вполне можете проехать какой-то отрезок, да, съездить, эвакуировать. При этом автомобиль не нужно. Вы сможете самостоятельно доехать до сервиса, исправить эту, да, поломку. А вот если вдруг рулевое управление отказало, то даже до места ремонта нельзя доехать, даже до сервиса. И примерно такого же содержания все остальные пять неисправностей вот так представлены в билетах. Дальше. Следующие неисправности у нас, если мы откроем, да, здесь у меня программка, она маленечко все в разброс так вот представляет, а в билетах в ПДД там все разделено на семь параграфов. Описываются неисправности в тормозных системах, в рулевом управлении. Есть свои неисправности, при которых запрещается эксплуатация, но они уже такими критичными не являются, да, как вот эти пять. Можно со следованием всех мер предосторожности съездить, их исправить к месту ремонта. Дальше. Внешне световые приборы. Разберем стеклоочистители, стекломыватели ветрового стекла, колеса и шины, неисправности в двигателе. И есть параграф седьмой, прочие элементы конструкции. И там все мелкие неисправности, такие как звуковой сигнал, регулировка сиденьев, ну то есть такие вот они. Сейчас все подробно с вами обсудим. Итак, для начала разберем тормозные системы. В билетах у вас будет вот такой вопрос по тормозным системам, по неисправностям у них. Так. Запрещается эксплуатация автомобиля, если стояночный тормоз не обеспечивает неподвижное состояние транспортного средства на подъеме. И нужно запомнить две цифры. Это 16% уклон, да, 16% и 23% уклон. То есть горка поменьше, горка покруче. Вот значит, с 16% уклон должны держать автомобили в снаряженном состоянии с полной нагрузкой. Что это значит? Это значит, автомобиль, что такое снаряженное состояние? Это полностью заправленный автомобиль всем, чем только можно, то есть маслами, топливом, жидкостями, которые нужны для автомобиля. И укомплектованный всем водительским инструментом. Вот это снаряженное состояние автомобиля. И 16% должен держать снаряженный, еще и полностью нагруженный автомобиль. То есть пассажирами, грузом, всем, чем только можно. Максимально нагруженный. 16%. А вот просто в снаряженном состоянии, без учета груза и пассажиров, автомобиль должен держать уклон 23% исключительно. То есть автомобиль в этих состояниях не должен скатываться на ручнике с этого уклона. Стояночный тормоз это ручник. Встали, затянули ручник и автомобиль ваш не должен откатываться назад. Вот это понятно? Что за уклоны эти? В биле, который будет звучать вот так. Звучать вот так. Это 16-й билет и еще какой-то. Не помню. При какой неисправности тормозной системы вам запрещается эксплуатация транспортного средства? Билет 12 и билет 16. Вот так. Не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы. Ну, то есть не горит вот этот красненький значок, восклицательный знак. Не показывает вам, что вы наручник поставили. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние транспортного средства с полной нагрузкой на уклоне до 16% включительно. Или уменьшен свободный ход педали тормоза. Ну, второй ответ, да, второй вариант ответа. Так. Дальше. Маленечко еще остановимся на тормозных системах. Здесь у нас нет, но вот в ПДД, чтобы вы потом, если вдруг заглянете сюда, поняли, о чем идет речь. Значит, еще, что касается тормозных систем. нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы должны соответствовать ГОСТу. То есть, есть определенные нормы тормозного пути автомобиля, и ваш автомобиль должен им соответствовать. Ну, предположим, разгоняете вы автомобиль до 60 километров в час, и он должен затормозить у вас примерно за, ну, сколько там, 15 метров по ГОСТу, по нормам. А вы разгоняетесь тормозить, а он не тормозит за такое расстояние, а тормозит за 20 метров. То есть, ваш автомобиль не соответствует ГОСТу нормам тормозной системы. Дальше. Нарушена герметичность гидравлического и пневмогидравлического тормозных приводов. Мы сейчас не будем разбирать, что такое гидравлические и так далее. А просто нужно запомнить, что вся тормозная система должна быть герметична. У вас не должны нигде быть треснутые шланги, нигде не должна подкапывать жидкость. Не дай бог, где-то шланг прохудился и начинает постепенно он подкапывать. Он в один момент может у вас лопнуть при движении и вы останетесь без тормозов. Если вы остались без тормозов, вы сразу это поймете. Ваша педаль провалится. Вот если вы наблюдали, сидели за рулем, то наблюдали, что тормоз, педаль тормоза, она у нас не мягкая, вот так раз нажали и все. Она нажимается с таким натяжением, с натяжением нажимается. Как вообще тормозные системы устроены? Есть тормозная жидкость, вы педалью, грубо говоря, это все очень так образно, я говорю, чтобы сильно голову не забивать вот этими всеми техническими вещами. Педалью вы нажимаете на, давите на тормозную жидкость в специальном таком резервуаре, как насос такой используется. И тормозная жидкость под вашим давлением бежит по шлангам к тормозным дискам и тормозные диски толкает, сдавливает и они сжимаются. Автомобиль, колесо тормозит у нас. Автомобиль тормозит. И теперь представьте картину, если тормозная жидкость у вас вытекла, шланг лопнул, порвался, и тормозная жидкость вытекла, вы педалью начинаете нажимать, а давить педалью не на что. Тормозной жидкости там нет. То есть ничего не побежит к шлангам, чтобы сдавить тормозные диски. Педаль сразу провалится, называется провалилась педаль тормоза. Ситуация на дороге очень опасна. Бывают фуры по тракту сходят, в кюветах лежат. Это очень часто бывают тормозные механизмы у них перегреваются. Иногда какой-то шланг лопнул без тормозов остались и фурну остановить очень сложно. Ну и автомобиль на скорости конечно тоже очень сложно будет просто ручником остановить. Поэтому отъезжая от места стоянки, когда вы берете автомобиль, неважно где он у вас стоит, на улице, в гараже, где угодно, всегда смотрите, нет ли какой-нибудь лужицы не дай бог под капотом, когда вы отъезжаете, потому что педаль бывает сразу не проваливается, а потом когда вы начинаете движение, уже потом понятно, когда совсем жидкость вытекает. У меня кстати была такая один раз ситуация, когда у меня раз и педаль провалилась, лопнул шланг с тормозной жидкостью, она вытекла. Обращайте внимание, отъезжая, нет ли где под вашим на месте стоянки какой-то лужицы. Жидкости автомобиля всегда имеют такую маслянистую структуру, и они всегда видны даже на земле, они оставляют такие жирные пятна. Так, дальше. Переходим к рулевому управлению. Значит, рулевое управление проверяется суммарным люфтом рулевого колеса. Что это такое? Когда вы садитесь за автомобиль, вот за руль беретесь, да, у руля есть так называемый свободный ход. Люфт это свободный ход руля. То есть, если мы маленечко вот так руль пошатаем, то он будет слегка шататься. Положение колес при этом не изменится. Вот это и называется этот свободный ход руля. И вот он должен быть на легковых автомобилях не больше 10 градусов. Если ваш автомобиль уже, если руль больше, чем 10 на 10 градусов отклоняется, а колеса при этом не двигаются, тогда это уже считается неисправностью, технической неисправностью. Ее надо проверять. Проверяется это на тех осмотрах, когда вы проходите тех осмотр, вам это все обязательно посмотрят. Люфт рулевого колеса. Чем это грозит на дороге? Тем, что ваш автомобиль просто слегка будет отклоняться от траектории движения. Вот вы вроде бы едете прямо, руль держите прямо, а автомобиль раз и смещается по траектории по своей. Особенно на скорости хорошо будет это заметно. На моей практике не было такое нечасто люфт сбивается, нечасто встречается эта неисправность. Так, есть у нас в группе кто-нибудь, кто учится на категорию С или категорию Д? Есть, но я на С категорию учусь. Есть, вот. Кстати, вас предупреждали, администратор в школе предупреждал, что вам нужно будет учить билеты, если у вас категория и Б и С, то нужно будет, во-первых, экзамен сдавать два раза. Сначала на категорию Б по билетам А, Б, М, а другую категорию С по билетам С, Д. Имейте ввиду, учить нужно будет две книжки. Вот. Для тех, кто учится на категорию С, вам нужно запомнить цифру 10 градусов для легковых автомобилей и 20 градусов для автобусов и 25 для грузовых автомобилей. Автобусы 20 градусов люфт, допустимый люфт. Грузовые автомобили 25 градусов. Что касается рулевого управления, у нас еще два пункта. Здесь у нас не показано это. Значит, запрещается эксплуатация, если имеются непредусмотренные конструкции, перемещение деталей и узлов. Как объяснить перемещение деталей и узлов? По-простому, вот вы налетели на какой-то камень, корягу и погнули что-то внутри под автомобилем. У вас что-то погнулось в другую деталь сдвинуло, она либо погнулась, либо деформировалась. И вот это называется детали переместились. Перемещение деталей или узлов. Дальше. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. То есть вся вот эта рулевая колонка, рулевая конструкция, она должна быть четко затянута, зафиксирована. Неработоспособное устройство фиксации и положение рулевой колонки. Один раз видела автомобиль, у которого руль просто так снимался, а потом назад ставился. Потом вот так бывает шатается. Не вот так как люфт мы проверяем, а наоборот от себя к себе вот так шатался. Тоже вот это все уже неисправность рулевой системы, рулевого управления. Не зафиксировано. Ну вот на старых автомобилях бывает, у них там что только не бывает, на них все ездят. У нас в России на Западе давно бы уже списали такие на помойку автомобили, у нас все ездят. Дальше. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления. Грубо говоря, если у вас придет в неисправность гидроусилитель, вы об этом сразу узнаете, вы поймете. У вас намного сложнее начнет крутиться руль. Все равно каждый водитель знает, сколько усилий ему требуется для вращения рулевого колеса. Так вот, если гидроусилитель накрылся, то руль будет крутиться очень тяжело и даже элементарный разворот, выкрутить руль в одну сторону, у вас прям рука будет уставать. А на машинах потяжелее, например, у какого-нибудь Прадика, грузовика потяжелее, если гидроусилитель сломается, то вы вообще с большой сложностью сдвинете автомобиль с места. То есть эту неисправность ни с чем не спутаешь. Дальше. переходим к колесам и шинам. Какие здесь у нас требования? Итак, эксплуатация запрещается, если остаточная глубина протектора шин, ну, то есть вот этот протектор, рисуночек, вот шин, да, вот, как здесь, он стирается, вот он глубокий такой. И если слышали когда-нибудь понятие лысая резина, это значит, вот этого рисуночка практически уже нет, он стерся. Вот, как он должен быть. Вот здесь у нас уже почти лысая резина, почти весь протектор стерся. Так вот, глубина этого протектора должна быть на легковых автомобилях не менее 1,6. Вот, смотрите, 1,6. Записывайте, запоминайте. А на мотоциклах 0,8 миллиметров. Эксплуатация шины запрещена, если рисуночек стерся уже меньше, чем 1,6 на легковых автомобилях и 0,8 на мотоциклах. Обратите внимание, здесь у нас категории транспортных средств звучат не так, как привыкли мы. А это мотоцикл, Б это легковой автомобиль, а категория М1 это легковой автомобиль и категория Л это мотоцикл. В билетах звучит так. При какой максимальной величине остаточной глубины рисунка протектора шин при отсутствии индикатора износа запрещается эксплуатация мототранспортных средств категории Л. И нам нужно с вами ответить. 0,8 миллиметров, 1 миллиметр, 1,6 2 миллиметра. Раз идет речь о мотоциклах, 0,8 0,8 миллиметров. Спасибо. Хоть кто-то со мной разговаривает. Я чувствую, что я не одна. А то все камеры повыключали, никого не вижу, еще и разговаривать со мной никто не хочет. Так, дальше. Следующее требование колеса машином. Значит, запрещается эксплуатация автомобиля, шины которого имеют порезы, обнажающие корт. Здесь ничего сложного, здесь, я думаю, всем понятно. Отслоение протектора или боковины. Вот они, отслоение протектора, боковины. при этом разрешается эксплуатация шин с восстановленным рисунком протектора. В билетах это будет звучать сейчас найду как. В каком случае вам разрешается эксплуатация автомобиля, билет 14. Шины имеют отслоение протектора или боковины, шины имеют порезы, обнажающие корт, или третья на задней оси автомобиля установлены шины с восстановленным рисунком протектора. Вот когда вы решаете вот эти вопросы, читайте внимательно вопрос сам. Там бывает спрашивается в каком случае разрешается эксплуатация, а в некоторых в каком случае запрещается эксплуатация. И смотрите, ответ будет уже другой, если мы неправильно, не подумавши, прочитаем вопрос. Здесь у нас спрашивают, когда разрешается эксплуатация. Разрешается с восстановленным рисунком протектора, но только на одну ось. То есть нельзя поставить одно колесо вперед восстановленное, другое новое или старое оставить, а на заднюю еще какие-то колеса. Восстановленные только на одну ось. А что, действительно у нас такими делами занимаются восстановленные осьи? Нет, у нас этими делами не занимается. Всегда проще и выгоднее купить новые шины. Но для билетов, у нас здесь раз есть такое, я вам объясняю. здесь даже картиночки показывают, как это делают. Срезают вот так протектор и клеят новый. Так, далее. Еще требования следующие к колесам и шинам. Во-первых, она бывает у нас резина ошипованная и не ошипованная. Такие вот липучка называют не ошипованную, когда нет шипов. Такая резина ведет себя на дороге по-разному. Сцепление колес с асфальтом будет совершенно различное. Остановочный путь тоже будет разный. И запрещается на одну, так, вообще запрещается на автомобиле ставить разные ошипованные или не ошипованные шины. Если шипы, значит, все четыре колеса шипы, если липучка, значит, все четыре липучки. Дальше. На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров. То есть, наверняка знаете, что шины существуют разных размеров. допустим, у Рено они, у Рено Логана они одни. Даже берем ту же Рено, но какой-нибудь пошикарный автомобиль, паркетник какой-нибудь, Каптюр возьмем. Размер колес у них будет разный. И нельзя взять от паркетника колесо какого-нибудь там 17-го размера, поставить на Логан, у которых колеса ну не знаю 15-е максимум идут. А то и там по-моему 14-е размер, да. То есть, размер разный и колесные арки вот эти вот, куда помещается колесо, да, вот они арочки, они не предусмотрены для размеров больше. Конструкции транспортного средства они не предусмотрены. Размер можно увеличивать по-моему максимум на два размера. Они еще поместятся, да и то один размер можно увеличивать, но на два размера, если вы ставите, у вас выворотность колес уже будет немного другая. И максимум руль вы не вывернете, то есть при развороте или при выезде с парковки, если вам нужно руль по максимуму вывернуть, колеса у вас так не повернутся. Они будут, во-первых, шоркать вот эти арочки и арки будут, в арки они будут упираться. А вот которые колеса знаете, этот развал делают или как это правильно называется, вот о... Ну вы поняли, да, в разные стороны колеса смотрят. Они прям вот как с-под низу, они как крылышки какие-то, как обозвать это все, не могу. Там-то уже, наверное, вообще колеса как шоркаются в арке. Я вообще не знаю, как они ездят, вот это специально там делают, устанавливают, да, но это, наверное, чисто попижониться, чисто вот по прямой ездить. Честно говоря, не знаю. Я тоже всегда смотрю, думаю, как... Я их только стоячими вижу обычно. Может быть, они просто стоят всегда. Так, дальше идем. Значит, запрещается на одну ось вставить разные конструкции, то есть бывают шины радиальные, бывают диагональные, камерные, бескамерные. Вот отличие радиальные и диагональные. Значит, у нас шина состоит не только из резины, там разный сплав и колчука, и разные сплавы резин для прочности. И вот на... сейчас скажу, на диагональные шины еще внутри их делают очень прочными и весь каркас не только вот тот, который сцепление с дорогой идет, а еще и боковушки, они делают внутри такие металлические прутики. Вот в классе, когда рассказываю, у меня есть кусочки шин, я попускаю прям по рядам, чтобы вы посмотрели, да, как внутри какая шина. И там вот прям такие металлические прутики по всей по всей шине идут. Для облегчения в радиальных шинах, в боковушках этих прутиков нет. Они ставятся вот на легковой автомобиль, который не предназначен для большой нагрузки, не такой большой вес. А вот на грузовиках, фурах, камазах шины очень прочные, их уже даже просто ножом вряд ли проткнешь вот так. За счет вот этих вот очень прочного каркаса с металлическими вставками вот этими прутиками по всей шине. Они вот называются диагональные шины. Так, внимание, сейчас через одну минутку у нас программа вырубится. Я еще раз вам отправлю коды, и мы с вами зайдем снова. Так, успеем, я надеюсь, с шинами разобраться. Значит, разобрались, что на одну ось нельзя ставить разные шины, разных размеров, разных конструкций, разных моделей, даже, смотрите, да, то есть, если у нас, ну, грубо говоря, я купила межленовские шины, да, и поставила, а там, купила два колеса, или три колеса, на три колеса у меня денег хватило, на одно не хватило. Я не имею права поставить на одну ось разные по модели колеса, шины. BMW же, кстати, раньше делала, по-моему, их шестую, какой-то год был, когда выходила с задними колесами больше, чем передними. они до сих пор так делают, у них ширина задних больше, чем передних. Ну, видите, это специально делают с завода такие, они рассчитывают, прямо там все точно рассчитывается специально для чего-то. как бы, то, что колеса все же разные, типа, там у них модель транспортного средства, она на это рассчитана, то есть там все по законам физики рассчитывается, это же делается не просто так, это для чего-то делается, чтобы центробежная сила по-другому себе вела, загрузка оси была другая, да, когда в поворотах. так, все, ну, зашли. Про BMW заговорили, BMW вообще у нас на них равняться не стоит, они все просчитывают, они у нас специфические машины. На некоторых BMW раньше даже были поворот руля, вот у нас с вами сколько поворот руля на стандартных машинах обычных? Три полных оборота, а у них было, у них могло быть и два оборота, и только вот один оборот, я не представляю, на таких машинах ездили, представляете, какая скорость, как на скорости нужно было реагировать водителям. так, все зашли, продолжаем. Ага, значит, запрещается с различным рисунком протектора, разные, запрещается ставить морозостойкие и не морозостойкие, на одну ось, это все на одну ось. Если на разные оси еще допустимо все, что вот это мы перечисляли, даже с разным протектором, ну, бывает такое, водители экономят в начале зимы, только пока еще не совсем все замерзло, они ставят старые, старые, значит, колеса на ведущую ось, и еще на летних пока ездят на неведущую, ну, допустим, на задней, да, ставят разные, зимние и летнюю резину бывает устанавливают. Но это все только на одну ось. Разные модели тоже можно только на разной оси, либо на одну ось одинаковые, в общем, я думаю, поняли, запуталась в словах своих. Дальше. Новые и восстановленные можно тоже только на разной, на одну ось и на разные, чтобы на одной оси были одинаковые. С углубленным рисунком протектора и новые, шипы или не шипы или липучка. Я уже про это в самом начале сказала, что либо все шипы, либо все липучка. так. Ну и вот этот показано просто, какие бывают рисунки протектора. Запрещается на одну ось автомобиля устанавливать шины с различным рисунком. в билетах будет у вас это звучать так. Вот, например, билет 39. Разрешается ли устанавливать на транспортном средстве ошипованные шины совместно с не ошипованными. Разрешается? Разрешается только на разные оси. Запрещается. 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 Да. Так. Вот в целом на колеса и шины раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть вопросов в билетах. Не так уж и много. Ну и мы половину уже с вами разобрали. Дальше. А, еще знаете, что хотелось бы сказать по колесам и шинам? Внимательно смотрите, когда в зимний период переход с лета на зимы, с зимы на лето вам меняют на монтажках резину. Смотрите внимательно, чтобы все вот эти гайки, которые они затягивают специальными инструментами, они были плотно затянуты, но не перетянуты. Опасно и то, и другое. Если вам не затянули гайку, то на скорости она у вас может раскрутиться и вы ее потеряете. Одну гайку потеряли, уже сила распределяется по-другому, уже начнет вторая раскручиваться. Две вы потеряли, остальные просто на скорости, если вы не заметили этого и дальше продолжаете ездить, у вас просто может срезать две остальные гайки и вы останетесь без колеса, потеряете колесо. И также опасно, когда их перетягивают. Если у вас вам перетянут и собьют резьбу, сорвут резьбу, то в случае какой-то критической ситуации, например, прокололи вы колесо, прокололи вы где-то его по трассе, вы никак его не поменяете. То есть вы прокололи, встали и все, вы его не открутите, если у вас резьба вот эта вот нарушена, если вам перетянули. Это придется срезать полностью шпильку, колесо, да, но это явно вы сами не сделаете, эвакуировать автомобиль придется до сервиса, срезать, и это полностью замена всех шпилек, да, и полностью замена всего колеса. То есть это уже попадаете вы конкретно, да, ну и что будете делать, если вот где-то по трассе в безлюдном месте это произойдет. Так что относитесь к замене колеса серьезно, смотрите, наблюдайте, стойте, не так просто отдали машину, вам там меняют, а вы ушли. Смотрите, за всем этим следите. Дальше переходим к двигателю. Запрещается эксплуатация, если имеется неисправности в глушителе. если имеются неисправности в глушителе, да, то тут же сразу и нарушается шумность автомобиля во время движений и повышается содержание выхлопных газов, вредных выхлопных газов. Это тоже недопустимо, то есть запрещается эксплуатация, если допустимый уровень внешнего шума превышает величину установленную ГОСТом. Дальше запрещается эксплуатация, если нарушена герметичность системы вентиляции картера. Картер это вот такой, как мне объясняли, поддон, куда стекает масло. Когда автомобиль в движении, масло распределяется по системам, по двигателю, все смазывается, когда автомобиль стоит, то масло просто стекает вот в этот картер, в поддон. Если вы его пробьете где-то, слышали когда-нибудь защита картера, устанавливают специально защиты картера, чтобы если вы вдруг налетели на какую-то корягу или на что-то, на камень, вы сразу не пробили вот этот картер и не остались, масло не вытекло и не осталось без двигателя. так, дальше, как-то сказала, не осталось без двигателя, но вы поняли, чтобы вот эта вся система не пришла у вас в неисправное состояние. Так, дальше, нарушенная герметичность системы питания, что это значит, ну, то есть система питания это вообще бензин, топливная система. Если у вас где-то что-то вдруг не герметично, то какая-то утечка бензина или что-то, это очень опасно. Не дай бог в автомобиле в электрике какая-то искра, можно сразу загореться, взорваться, то есть это не шутки. И всегда обращайте внимание, если вдруг в салоне автомобиля у вас появился вдруг запах бензина, а вы находитесь не на заправке. Дальше. Ну и вот здесь пункт про вредность в отработавших газах. Так. По двигателю у вас будет звучать вопрос так. В каких случаях разрешается эксплуатация транспортного средства? Белет 7. содержание вредных веществ в отработавших газах или дымность превышает установленные нормы. Негерметично топливная система. Третье. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости. Третье. Петвертое. Уровень внешнего шума превышает установленные нормы. Да. Третье. смотрите здесь у нас в каких случаях разрешается эксплуатация. То есть если не работает указатель температуры охлаждающей жидкости ехать можно сразу скажу ехать очень опасно. Мы с вами чуть позже ниже это обсудим. А вот обо всем остальном мы прочитали с вами обсудили что эксплуатация запрещена. Еще будет вопрос про глушитель. В каком случае вам запрещается эксплуатация если двигатель не развивает максимальной мощности двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или имеются неисправности в глушителе. Запрещается если имеются неисправности глушители третья. Дальше у нас идет прочие элементы конструкции ну и сюда же сюда же у нас здесь запихали стеклоочистители стеклоомыватели все по порядку запрещается эксплуатация автомобиля если на легковом автомобиле а также на грузовых автомобилях и сюда же кстати входят еще и автобусы отсутствует медицинская аптечка огнетушитель и знак аварийной остановки вот это нужно запомнить на автомобиле на грузовом автомобиле ну и на всех даже можно обобщить так везде где есть место для хранения вот этих вещей то при себе они должны быть в автомобиле они должны быть в транспортном средстве огнетушитель знак аварийной остановки и аптечка выключите пожалуйста малыша так дальше смотрите на мотоциклах с коляской называется мотоциклы с боковым прицепом может не быть огнетушителя по причине того что негде негде хранить его место в мотоцикле ограничено даже в коляске некуда складывать поэтому огнетушитель они могут с собой не возить а вот на двухколесном мотоцикле там даже этих двух предметов места для хранения не предусмотрены поэтому двухколесные мотоциклы можно эксплуатировать без всего еще раз в автомобиле три предмета аптечка знак огнетушитель в мотоцикле с коляской с боковым прицепом аптечка и знак аварийной остановки и мотоцикл двухколесный все двухколесные мотоциклы могут эксплуатироваться без всего без этих предметов в билетах это будет аж в нескольких вопросах запоминайте дальше запрещается эксплуатация если неисправен спидометр ну то есть не показывает скорость сколько скорость у вас в случае чего можно по тахометру следить да по оборотам тахометр показывает обороты двигателя газу добавляем вот эта стрелка вверх поднимается ну и газу добавили также скорость у нас прибавляется на спидометре дальше запрещается эксплуатация если не работает звуковой сигнал он необходим для предотвращения ДТП поэтому в случае если он неисправен то вы допустим выбежал какой-то ребенок или кто-то вам на дорогу или подрезал вас кто-то а вы не успеваете среагировать вы даже посигналить ему не сможете крикнуть вас не услышат махать будете вас если на вас не смотрят вас не увидят поэтому звуковой сигнал должен обязательно быть всегда в исправном состоянии дальше запрещается эксплуатация если не работает стеклоочистители стеклоомыватели ветрового стекла а также устройство обогрева и обдува стекол ну вот в сухую хорошую погоду в принципе это не так критично да но вот сейчас уже холодно утром очень даже холодно да и если автомобиль стоит на улице он покрывается вот таким инием все стекла автомобиля покрываются инием этот иний не убирается просто дворниками и если обдув стекол у вас не работает кстати в дождь то же самое если у вас обдув стекол не работает да в дождь летом только он начнется у вас сразу запотеют начнет запотевать все стекла и дороги вы видеть не будете изнутри да и вот эта изморость которая на стеклах образуется она пока не обдует пока не оттает автомобиль она у вас никак не не уберешь ее откорябать ее ну можно конечно чем вы будете стоять корябать да и все равно вы настолько хорошо стекло не очистите поэтому вот это вот крайне важно чтобы обдув стекол обогрев был в исправном состоянии заднее стекло обогревается вот этими вот ниточками такими видели сзади такие черненькие это и есть обогрев заднего стекла так неисправности окламыватели здесь как бы правило запрещает только эксплуатацию вот если в условиях непогоды да то тогда даже до места ремонта стоянки нельзя при условиях недостаточной видимости да а вот в этом случае просто как бы ездить можно ну постоянно скажем так эксплуатировать такой автомобиль нельзя дальше запрещается эксплуатация если загрязнены внешние световые приборы то есть вот так гаишники очень штрафуют если у вас грязные номерные знаки если его не видно если он не подсвечивается если у вас грязные световые приборы то есть вы неразличимы на дороге сливаетесь значит запрещается эксплуатация если нарушена регулировка фар то есть фары могут быть отрегулированы неправильно и ослеплять встречных да и попутных тоже могут ослеплять если они вверх допустим светят у вас или правее левее они настроены не так то есть это все очень важно на дороге так на световых приборах установлены рассеиватели не соответствующие типу данного светового прибора что это значит знаете как устроено внутри фара там же необычное стекло там специальное стекло с многогранниками и внутри фара она тоже там такие она не гладкая внутри она имеет такие многоугольнички внутри и все это вместе как работает отражает таким образом фара светит вдаль как фонарик она не светит как обычная лампочка да у нас то есть как обычная лампочка вот она вокруг себя вот так осветила и все а фара она светит вдаль направляет световой луч поэтому если вы разбили этот рассеиватель или он какой-то другой не соответствует госту нужный не такой да то фара у вас светить вдаль как фонарик не будет просто как лампочка а это тоже соответственно уменьшает расстояние видимости ваш так еще что-то было по световым приборам а в билетах у вас будет звучать вопрос не могу его прочитать я не вырезала его себе не отмечала значит смотрите запрещается эксплуатация если на транспортном средстве установлены спереди световые приборы с огнями любого цвета то есть любые цвета запрещены кроме спереди белого желтого или оранжевого световозвращающими приспособлениями любого цвета кроме белого то есть спереди у нас никаких красных розовых голубых световых огней не должно быть только белые желтые или оранжевые и и все и световозвращатели белого цвета сзади запрещены любые цвета кроме фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями запрещены любые цвета кроме белого красного желтого или оранжевого световозвращатели красного цвета сзади запрещены любые цвета кроме белого это задний ход да у нас и красного а ну еще желтого или оранжевого это что поворотники точно так же никаких голубых розовых зеленых цветов быть не должно это уже все нарушение если вы меняете или устанавливаете дополнительно допустим противотуманки они должны быть соответствующего цвета соответствующего размеру и типу конструкции транспортного средства вы не можете взять и установить голубые противотуманки или какие-нибудь зеленые они должны быть впереди белого сзади красного дальше запрещается эксплуатация если не работает запор и горловин топливных баков ну то есть крышка бензобака если отсутствует или не работает тряпочкой заткнули вот тряпочкой нельзя затыкать это получается уже не герметична система не герметична система питания запрещается эксплуатация если не работает предусмотрены конструкции противоугонное устройство здесь подразумевается устройство установленное заводом изготовителем блокировка руля блокировка зажигания или блокировка дверей почему так критично если ну что это описывается это сигналка да почему сигналка столь критична если она у вас не работает или в неисправном состоянии как думаете чем это так страшно кроме того естественно что вы просто не попадете в свой автомобиль ну тем что ты не узнаешь что происходит с твоим автомобилем наверное ну и ладно не знаю да не знаю едет же можно еще раз вопрос пожалуйста что-то как-то ну смотрите запрещается эксплуатация если у вас неисправно противоугонное устройство то есть русским языком сигналка у вас заглючила в вашем автомобиле почему это так страшно почему запрещено эксплуатировать такой автомобиль ну потому что может сигналка заключила она орет и орет и орет шум лишний создает ну шум отключу и что и почему ехать-то нельзя и поеду потому что некоторые сигналки устроены таким образом что ваш автомобиль может ехал-ехал и заглох представляете если вы на ходу заглохнете где-то посредине дороги посредине трассы посредине перекрестка создаете вы аварийную обстановку в таких на таком автомобиле да создаете создадите вот поэтому и запрещено эксплуатировать такой неисправный автомобиль так дальше другие неисправности запрещается эксплуатация если не работает механизм регулировки сидения водителя я думаю что инструктора вам в первую очередь объясняли как настраивать автомобиль под себя как настраивать почему это так важно удобно сидеть мало того что вы просто можете устать за рулем с неправильной регулировкой сидения может даже дойти до того что там нога затечет анимеет и вы экстренно не среагируете на какую-то ситуацию ну и вообще можете сильно пострадать если неправильно отрегулировано у вас все дальше запрещается эксплуатация если отсутствует зеркала заднего вида предусмотренные конструкции запрещается эксплуатировать автомобиль если у вас нет стажа двух лет и у вас нет обозначения начинающий водитель вот сейчас вы автошколу закончите купите себе по какому-нибудь крутому авто будете ездить и вам без вот этого значка ближайшие два года ездить будет нельзя гаишники будут штрафовать два года нужно его возить с собой прикреплять на автомобиль дальше эксплуатация мотоциклов запрещена при отсутствии предусмотренных заводом изготовителям дуг безопасности вот они у нас положение подножки запрещена если отсутствуют поперечные рукоятки для пассажиров на седле вот они поперечные рукоятки чтобы держаться пассажирам так в ПДД еще есть куча всего-всего разных для разных автомобилей ну так как здесь вот на те кто категорию С учится вы почитайте пожалуйста вот в конце ПДД называется перечень неисправностей и условий при которых запрещается эксплуатация транспортного средства там вы найдете еще то что для себя что мы сегодня с вами не проговорили вот всем как бы я не буду пудрить голову да чтобы запоминали что для грузовых для автобусов все эти стоп-краны да нам для билетов достаточно вот то что мы с вами проговорили и еще разберем то что не является критическим критичным да какие неисправности то есть разрешается эксплуатация если вот что-то из этого происходит но однако же все это влияет тоже на безопасность и прежде всего на безопасность вашего автомобиля двигатель не развивает максимальной мощности у вас загорается вот такой называется чек это изображение двигателя то есть двигатель выдает какую-то ошибку и она отображается это надо подключать автомобиль к компьютеру и проверять какую ошибку выдает не развивает максимальной мощности ну то есть на газ давите автомобиль максимальную скорость не набирает и не ускоряется так насколько вы даете ему оборотов было у меня такое ехать можно но в какую-то крутую горку вы просто не заедете потому что мощности двигателя не хватает он не развивает максимальную мощность затруднен пуск двигателя ну то есть зажигание у вас глючит вы заводите он замотает и двигатель не запускает то запустит то не запустит ну то в принципе можно ехать если вы все-таки завелись но в один момент прекрасный вы можете просто не завести с автомобилем двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах ну то есть называется троид знаете так он вот тоже можно ехать но надо это все-таки неисправность за этим следить чтобы двигатель не кончить совсем дальше не запрещено двигаться ездить если не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы то есть не показывается что вы стоите на ручнике чем это чревато помимо того что вы вам не сигнализирует автомобиль что вы поставили его на ручник затянули стояночный тормоз заблокировали задние колеса если этот датчик у вас не работает вы в нужный момент не узнаете что вы остались без тормозов то есть вообще если ручник вы не затянули просто двигаетесь по дороге вы в движении и вдруг у вас начинает гореть вот эта лампочка ручника стояночной тормозной системы это сигнал к тому что вы остались без тормозов либо у вас вытекла тормозная жидкость либо еще какая-то неисправность тормозной системе может быть какой-то там датчик клапан или что-то он вышел из строя то есть нужно разбираться если вдруг она загорелась у вас в движении и представьте что сигнал вам автомобиль не подает а у вас что-то случилось тоже очень опасно двигаться так же как и указатель температуры охлаждающей жидкости то есть у вас ползет температура а если этот датчик он сломан указатель лампочка не загорается вот это красненькое термометр то вы просто не узнаете если вдруг ваш двигатель перегреется и закипит кстати очень серьезная неисправность это сразу кирдык двигателю если вы его вскипятили если вдруг температура у вас поползла лампочка загорелась нужно срочно остановиться и охладить двигатель во-первых открыть капот во-вторых включить печку на максимальную мощность и вентилятор на самые на самый мощный режим у меня один раз летом такое произошло жара 30 градусов кстати вот чаще всего это происходит летом зимой двигатель сам по себе охлаждается от забора воздуха радиатор засасывает и он охлаждает а летом когда и на улице жара и двигатель у нас температура там высокая охладить его очень сложно и вот приходится такими манипуляциями при помощи печки двигатель остужать то есть скорее всего охлаждающая жидкость у вас вытекла если у вас пошел перегрев двигателя за этим нужно прям хорошо следить и ни в коем случае нельзя в этот момент автомобиль глушить если вы его заглушите то что произойдет в двигателе он пока работает там крутится все крутится да если вы его заглушили детали от перегрева они раз и прилипли друг к другу если детали слиплись они как бы даже приварились друг к другу потом когда вам конечно запустят этот двигатель вам потом его расшевелят но детали все равно не будут прежними уже и такой двигатель потом долго не проживет у вас все равно вы попали уже на замену двигателя вопрос времени поэтому вот следите за датчиками за лампочками на щетке приборов если вдруг не дай бог какие-то красненькие лампочки у вас загорели то нужно как можно скорее остановиться и разобраться почему и что вдруг вам автомобиль хочет сказать дальше не является серьезной неисправностью если у вас отказали стеклоподъемники окна не открываются да боку вот эти так и разрешается устанавливать в билетах есть вопрос разрешается устанавливать шторки и жалюзи на заднем стекле при наличии зеркал с обеих сторон при этом тонировка боковых передних и лобового стекла запрещена дополнительное оборудование считается это противооткатные упоры их должны возить только грузовики вот помимо аптечки знак аварийной остановки огнетушителя в грузовых автомобилях и автобусах на грузовых и автобусах должны быть еще и вот такие противооткатные упоры в легковых автомобилях их не обязательно иметь и не обязательно у автомобиля есть противотуманные фары без них тоже эксплуатация разрешается ну собственно говоря это все по этой теме это все посмотрите внимательно есть ли какие-то у вас вопросы вопросов нет пожалуйста прорешайте эту тему отдельно как вот мы с вами решаем да вот я включаю вы ее прорешайте пожалуйста дома вот такой тест и тогда у вас общая картинка сложится и вы в этих вопросах ошибаться не будете там в принципе все легко их смотрите всего 16 их немного так если вопросов нет то спасибо за внимание давайте завершать конференцию спасибо до свидания до свидания спасибо до свидания